Отделение Беларусьбанка по улице Пролетарского Мазары было закрыто в листопаде минулого года. Проведенная оптимизация туманчилась тем фактом, что утромить будинок огоньной площадью в тысячах квадратных метров оказался весьма затратным. А при этом не посреди центра работы с населением, тут находились так само розные банковские службы и отделы. Разом с тем, закрытие отделения погоршило якость життя в мае 6 тысяч человек. Ситуация тем больше потребовала вмешательства, что значная часть, скажем, хором микрорайона, люди стали го взрослым. Усяхов, по часу Великой Размовы с президентом, я не поведомлю об своей проблеме керевнику державы. Открыли счет, мы получаем деньги у банки. Ну, это самое, ну, закрыли, так уже ходим на площади получаем. Так это же надо идти туда, назад прийти. Это же далеко идти, а там людей тоже отторит киток и сидишь, там можешь и полдня посидеть. Тоже, то все люди, там же тоже площадь. Нам банк, все, я не хочу уже больше говорить, банк открыть надо все. Усяхов, по часу Великой Размовы с президентом от Жахаров-Гомельской области поступило 139 зворотов. Переважная большинство огоченных проблем уже выражено. На контроле застается 17 питаний. Снимается с контролем и просьба об обновлении работы отделения Белоруссбанка у Мазары. Зараз этот будинок належит приватному предприниманнику. По домовленности, за яким банк арендует особное помешкание, после завершения ремонта тут снова пошнуть примать наведовальников. Сдарится, как это повинно, не позднее 1 липеня. Срок определен, то есть это второй квартал, до 1 июля отделение будет работать. Отделение с двумя универсальными рабочими местами и одним бизнес-рабочим местом. А также будет стоять инфокеоск с функцией приема наличных денежных средств. Наступный пункт у программы рабочей поездки Юрия Шулейки про мая линия у Мазарским райваконками. На протягу годины поступило 13 звонков. Тема така от скаргов на повышенную глиготность у квартиры и незадавляющий стан дорог, да просьбы поплывать на дашку, яка веде асоциальный лад життя. Да некого уже завтра выйдут специалисты. У некоторых выпадках огоченные проблемы выращаются одразу. Иншая справа, что дать становчие отказы на все просьбы не махчима, отнести их до перши черговых нелька, а для выращения потребны ведьмезначные сродки. То есть можно сказать и об выниках особистых приемов грамадян. Больше 20 человек кажутся самым наболелым. Процелуткование, незгоды с судовым вращением, земельные спрячки с соседями. После завершения приема помощник президента, инспектор Пагоминской области Юрий Шулейказначить, у регионе створена достатково эффективная система работы со зворотами грамадян. Во усилляком разе скаргов от населения становится меньше. Иншая справа, что за мест выращенных возникают новые проблемы. Это молодые семьи, как воспользоваться и материнским капиталом, как сегодня строить свое жилье, как получать в дальнейшем кредиты. Вот в основном, это, конечно, и тематика ЖКХ, это домовладение, это сети, это узаканивание некоторых спорных давно вопросов, которые характерны абсолютно всем регионам. Поэтому в основном жизненные все ситуации, которые шли на большой разговор к президенту.